Ученик узнает эту землю, мир ада и мир богов. Кто соберет до амопаду, как собирают цветы? Ученик узнает эту землю, мир ада и мир богов. Он соберет до амопаду, как собирают цветы. Понимая, что тело, как пена и как сон, разрывает цветы дьявола, достанет он невидимым для царя смерти. Человека с привязанным умом, который срывает цветы, забирает смерть, как наводнение, сонную деревню. Человека с привязанным умом, который срывает цветы, ненасытного в разрате, подчиняет себе конец. Как пчела, забрав сок, не повреждает цвета и запаха цветка, так мудрец должен идти по деревне. Не на злые дела других, не на то, что делают другие, нужно смотреть на то, что ты сам сделал или не сделал. Как прекрасный цветок, который не пахнет, так и красивые слова, которым не следует тот, кто их говорит. Как из кучи цветов можно сделать много венков, так и смертный после рождения может сделать много доброго. Запах цветов, сандала, тагара и жасмина не идет против ветра. Запах истины идет и против ветра. Добрый человек проникает по всем направлениям. Сандал, тагара, жасмин, лотос или васика. Запах добрых дел приятнее всех этих запахов. Слабый запах у тагара и сандала. Запах добрых дел сильнее и веет среди богов. Дьявол не находит дороги праведных, разумных, освобожденных истинным знанием. Как на кучу мусора, который выбросили на большую дорогу, может родиться лотос, прекрасный для ума, с чистым запахом, так и посреди биомусора, посреди идиотского быдла, ученик Будды сияет ослепительной мудростью.